это не работает ребят если что потому что 16 этаж 16 этаж то есть у нас как бы сейчас будет бомба это просто какая-то 1 и 2 вроде у этой пушки должен быть урон один иначе она была бы слишком умовы да блин серьезно он с тремя черепками то есть бывает такое что даже если вы кругу нет бомба и всем привет добро пожаловать на канал и он blazing бить сегодня у нас будет завершительный персонаж последний так мы как по очереди их исследуем по очереди заговариваю сам начале видео наверное хороший знак будем так считать ребят оптимистично смотрим на все чайка как на нее можно оптимистично смотреть я не знаю три здоровья ладно здоровья средничок но чуть меньше среднего чем хотелось бы 4 уже прилично 3 еще чуть-чуть хотелось бы больше бисты маркированных врагов заставляет взрываться я не знаю это хорошо или плохо это хорошо но это опасно для нас надо учитывать тем более что когда весь гарпун который притягивает врагов мы притягиваем врагов которые еще и на нас будут взрываться просто зашибись персонаж это просто опас какой-то я за него бегал недолго мне он не понравился не то что не понравился он он оригинальный но он сложный для меня вот я что не заметил эту бомбу аж удивился урон у него единица при этом у него достаточно приличная скорострельность соответственно у него как бы урон у его стартового оружия приличный но пользоваться им немножечко неудобно все-таки на самом деле удобство использования оружием это очень сильно решает это гораздо более важный параметр чем могло показаться изначально напрягается эти бомбы это просто нечто я не знаю какие мне планы сегодня во первых я наверно пойду знать что я не буду планировать куда я в какой этаж я сегодня пойду будет зависеть от того какое оружие мы купим до этого надеюсь что мы купим оружие что вы не будете с этим оружием до конца забега бегать жаба 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 еле заметил ее в последний момент так и собственно в красный лес или в сухие озера я не знаю в сухие озера на порядок легче на самом деле чем красный лес поэтому у нас как бы там больше возможности того что мы выживем так у меня сейчас на часах 21.46 чтобы так я время ориентировал примерно чтобы меня забег тоже там в районе часа длился например а серия точнее я забег в районе часа длился это было бы очень хорошо это было бы слишком хорошо так здесь жаба где-то я пока не получал рот мне не выпало артефактов вообще никаких не нужно общем магазин или нет я не уверен если честно кстати а вдруг здесь будет секрет к серьезно это кажется но есть может быть песня ладно фиолетовая пойду то какой фиолетовая это крохотный лазерный пистолет это как бы не фантастика оружие совершенно не фантастика это оружие попугая стартовая но она лучше чем наше мне кажется я не знаю знаете что я не буду брать чё черт я думал можно взять рандомное оружие она может и не сильнее в плане дпс но она гораздо приятнее выглядит гораздо удобнее пользоваться чем в этим вот так это что еще за что за помидор смертельный цветок два количества кислотов уж не страшно я до сих пор не запомнил название сам не название артефактов них описание у большинства особенно такие которые знаете они особо часто так встречаются которыми не особо примечательно запоминаются почему как-то никакую мне так это что такое что за труба что тут надо делать но это я точно открываю да с этим че делать если видишь какой-то новый объект постреляю него это закон всех оргаликов меня напрягают эти комнаты силил здесь только комнат в которых какой-то особенный игровой объект находится но с ним ничего не сделать можете перекатиться можно я не понимаю я с мишенями хочу комнату найти потому что мне подсказали возможный вариант как и она проходится как именно найти пройти эти мишени я не понимаю что делать если здесь что-то можно сделать вообще просто эта штука она знаете она сбивает с толку вот не поставили бы у людей вы не возникли вопросов поезд сами так ставят знаете именно в этой комнате единственное место где она есть сразу же у тебя только знаешь в голове такая привычка сам поскакивать что если какой-то особый предмет должно быть что-то произойти ну не зря же он здесь находится а нет он просто так здесь находится кстати можно вообще-то зажимать клавишу я по привычке за интер за ганджин я каждый раз кликаю поток ай гениально просто это не за всеми оружием здесь кликать надо есть конечно такие которые кликают лучше это рейлган например когда мы там прицельные прицельную атаку ведем кстати реально вот я в прошлый раз говорил что какие-то изменения походу произошли либо у меня что-то не так с памятью оказывается ребят изменения произошли черт меня подери и произошли они давно ну как давно не то чтобы слишком но в первой половине июня обновление ребят было по моему 12 или 13 июня боюсь соврать вроде около того мне кажется что 12 я уже не помню я прочитал об обновлении в основном на самом деле всякие балансы и это на самом деле было ожидаемо потому что читайте игра вышла в релиз 10 мая и ближайшее что должны наверное изменить разработчики это по по первому впечатлению игроков что нужно усилить что надо ослабить и так далее это соответственно первое обновление балансом было ожидаемо вполне себе правда я до этого не додумался опять для меня только после обновления доходишь насколько это логично лишь шанс эти предметы окей минусарм зальность оружия это отстой полный отстой ужасно просто надо это сдать артефакт конечно побыстрее ухо как это стремно с этим этим крюком это просто жесть какая-то знаете что дайте мне магазин пожалуйста можно быстрее это ужасно работают против этих мух я просто не знаю что делать меня вот это хреново вообще-то убьется одного удара а я к себе притягивающих ой кошмар как не не нужен магазин срочно спасайте меня магазином что я вот здесь буду делать например да просто от аж какой-то с этой мухой взрывайся сама обо что-нибудь мне ее самому бить просто себе дороже в баню за оружие вот на червяках она нормально работает то что червяки с места не двигаются вот на них окей на них без проблем так у нас здоровье потратить негде к сожалению здесь они там были помочь и пашки до комната надо убить вот этого да все дальше ох ты хорош половина комнаты зачистила сама принципе нам меня радует то что меня за боссы дали хорошую актив то есть одна из трех актива которые я считаю что самые юзабельные то есть у меня на первом месте примерно наравне потому что сравнивать их тяжело это стоят соответственно так пыль с одной стороны урон окей стоят соответственно неюзвимость и крылья причем крылья бы наверное предпочел бы больше хотя мне кажется что я с ними реже буду доходить далеко но тем не менее они как бы динамичнее веселее выглядят сами по себе нам червяка убить надо сначала убить червяка на тут дикобраз лезет нам бичевика а не достал все заморозил чипа 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 не дико мне пожалуйста помыть это кукон еще как надо сломать так вот просто неюзвимость она как бы надежнее и есть сравнить ее например с заморозкой заморозка конечно она по-моему длится на столько же времени до нее просто пулдаун короче то есть я могу чаще используется в целом она знаете я почему я ее все-таки ставлю немножко ниже чем неюзвимость потому что скорее всего ну и скорее всего так и точно так точно есть что на боссах например она гораздо меньше ситуации в которых она будет полезна то есть неюзвимость она всегда хороша будет на боссах а вот эта штука она работает только против тех боссов у которых есть хоть какая-то свита это было просто жесть это оружие это какой-то трешак я хочу побыстрее сменить просто при первой же возможности хоть что дайте мне ребят я на что угодно поменять хоть на гранатомет серьезно я даже на него мне дед меня я внутри гирида даже если но ко мне труп притягивает она полгода враг умирает она его очень сильнее так подтолкает она причем эти взрывчатка ну враг то взрывается после того как сдох а не то что мы его смерть ускоряем таким способом он просто может соседних врагов зацепить это не метко как у попуга ой у куриц и это по-другому работает она не ваншоте врагов она может ваншоте других врагов ну вот такой какой смысл вот найти одного врага с бомбы я вытащил его и что он взорвался посреди поля где уже нет других врагов поэтому это как надо учиться использовать ну конечно стартовым оружием это работает хреново но сейчас мы ребят наконец-таки его поменяем на что мы поменяем я уже перевяжу рейлган который я хочу взять я возьму сто процентов я беру рейлган истотная пушка у и еще бафнули урон 3 раньше не урон 2 было насколько помню блин она же крутая теперь вообще 08 перезарядка а здесь 075 а вот это все равно быстрее до стреляет просто она вот эта штука она считаете она яд оставляет себя так пружина поможет хорошо на 10 процент скорость перезарядки стрельбы это то что надо для рейлгана показанность положение секретных дверей повышает дальность оружия 15 процентов бесполезно абсолютно но рейлган мы берем рейлган меня радует правда с ним вот если я беру рейлган это значит что я ребят хочу идти в красный лес скорее всего потому что босс сухих озер я думаю что вы не против ребята что с красный лес это локация интереснее наверное потому что она сложнее но просто сухих озерах есть очень удаческий босс который против рейлгана очень хреново работает то есть кислота это плохо на боге чем с тремя щеками ё-моё нам два на что помните зато не знала что хотя какая разница у меня со всего убьет сейчас просто даже в том числе из кислоты главное про это не забывать просто босс мук сухих озеров он кан кантрит конкретно так это оружие наше и своей свитой вот это вот и мне просто совсем не хочется с ним сражаться я на него просто как лошара сольюсь очень куда куда уж нифига как мы его задамажили очень удобно эта тактика еще в том ребят что мы косточки очень далеко то есть он находится в одном углу и кидает косточки в самый-самый дальний угол свой соответственно почти сейчас не получилось так сделать о нет 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 задел из косточки очень долго летают и у нас много времени того такого чтобы дамажиться босса ну танка ситуация была дурацкая просто не получился меня иногда бывает такое что он связать со своей нужной орбиты для меня и начинают просто кататься уже вверх-вниз и вот тогда он останавливается ближе меня от костей еще сложнее уворачиваться зато меня сейчас и подвело уворачиваться от выстрелов если честно не и ножки напрягает то что некоторых играх знаете округляет хитбокс этих выстрелов или как называется на предыдуем врагов это хитбокс и выстрелов я не знаю как так это минус дальность отвратительно нам нужно магазин его округляет меньше сторон то есть если как тебе кажется что он по тебе попал как бы сейчас очень близко он берет и не попадает а здесь наоборот если тебе кажется что он по себе не попадает как бы очень рядышком нет он тебе если капельку коснулся то он отлично в тебя зайдет а я зря подобрал монет что эта штука забирается наш монет но мы ее берем то что и монет это не страшно на первом этаже у нас есть магазин меня расстраивает то что первый забег был к сожалению фейловый блин меня почти каждый раз вижу каждый раз я умираю с ваншотов просто очень очень так тяжело мне именно раскрутить наш хп пул на харде идет так что он здесь я бы ничего из этого не брал вот это можно было бы но денег нету и ладно если на монет при получении урона высшать шансы больше артефактов уменьшать радио взрывов нормально в принципе нормальные артефакты так это что-то взорвется еще пусть она сейчас вам а это это жаба взорвется там жаба оказывается а я бы кстати вот эта метка на самом деле она помогает видеть невидимых врагов таких как жаба это же так бы я ее там наверно не сразу заметил я хотел чекнуть секретку ребят если что отмазался типа типа чекнуть секретку хотел на самом деле конечно чай наступил на шипы но я думаю что не страшно мы вас но и здорово успеем я я деньги деньги получил за получение урона верно наверное должен был так это сердца не упадает или не взрывают а каждый раз при подборе сердца получать терять эти монеты ладно будем принять все три монеты я думаю что просто у как это был рядом так не наоборот это работает так что монеты можно смело подбирать сердца принципе не страшно потому что я если чеку секретки вот сейчас мне бомба наших могла то мне сердца как вы не особо мне помогут потому что я сразу сморшотят так ну и это мы порвем конечно легко и так вот я про обновление начал говорить прошлый раз когда начал драться с ньютом и обновление был пол 12 июня там действительно как бы до балансе очень многие предметы гранатометы апнули пусковую установку у них урон увеличили также вроде убьют а переработана механика чуть-чуть он чаще бьет языком типа вроде такое что читал или он больше черепашек призывает я вот я забыл но по-моему чаще языком бьет это я точно считал но что я не уверен это я не знаю как я проморгал это обновление 12 июня но было надо посмотреть на календарь к самом деле когда записывал большую серию которая у меня разделилась на 2 а я ее записывал а нет я ее записывал уже после так что я не знаю как это проморгало как я не заметил что у меня в стиме что-то обновляется он реально часто бьет языком серьезно бывает там одну две волны максу черепашек подкивал бы я не припоминаю пока что со следующего раза мы его добьем можно и так можно и по шипам пройтись мне нравится локация на ньюте кстати говоря она такая знаете красиво сама все выглядит есть препятствия есть особенности которые для убийства босса и вот этот шипы прикольно идут яйцо бомба серьезно ваш оружие может нести двор завалив больше он знаете что ребят я возьму разок это яйцо допустим я один раз его возьму 2 и 3 перезарядки ваша активность способности страшно для нашего яйца то потому что ворот на самом деле ну по сути он не настолько нужен как казалось бы изначально мне но допустим яйца поставил и что с ним она даже не взорвалась во время когда мне надо было она так долго взрывается что мне надо еще на врага на заманить на него это просто жесть я не знаю взял допустим попробую поиспользовать как это будет работать я думаю что не как яйцо ну вот вот у меня у самого как бы плохая оценка я плохо умея оценивать предмета игры когда игра выходит новая допустим да что что из этого по факту является имбовом что нет не может показать совершенно так как не на самом деле там игроки например допустим не скажу что этот предмет фигня а этот имбовый я побегу нормально я пойму пойму да я буду разделять их мнение потому что я не это ощущаю пока мне это не скажет я не понимаю это стопудово фигня какая-то я понимаю что у меня сейчас еще радиус взрывов меньше ну она вообще трэшовая я бы взял так не знаю никогда не использовал он только когда первый раз увидел я взял потрогал и отпустил уменьшает точность оружия на 14 процентов как я не люблю эту хрень как она мне не нравится это точно снаружи это один из моих самых таких знаете который вроде недорого стоит этот артефакт и выглядит он не так страшно но на самом деле он гораздо страшнее чем звучит на первый взгляд и второе такое это то что ваше оружие может не выстрелить это просто жесть это наверное еще хуже будет хотя с какими-то оружиями наверно будет ситуационно интересно они с пингвином по и по-любому не измелью туфигнемся оружием которое говорил что у него это 14 процентов шанс не выстрелить оружием он как бы пытается сделать попытку на каждый из выстрелов этом пол нет я взрыва вызвал где вот яйцо тебе какой она фиг будет фиговая просто жесть идем в магазин ребят я надеюсь что а может быть на боге она будет работать кстати а вдруг она будет работать на боге визина жак урон 3 дробовик родина с реаль средне кристальная пушка у меня нет денег монет исчезает быстрее на их падает больше повышать дальность а судя по всему ребят мы идем на боги со стартом оружием а возможно что и нет о как не нравится происходит какая комната просто жесть вот это была комната я не представляю просто что мне там делать был я пытался откинуть ее взглядом но там надо было нажимать на паузу что ли да надо было на паузу нажимать в паузе видно что происходит вокруг чтобы хотя бы понять какую сторону мне надо двигаться то что я сначала думал идти наверх потом думал идти направо но там оказался этот фраг то расстреляющий ну ладно я бы обошел ее она не агрится сама по себе пока ее не ударишь я бы обошел а вот тот стреляющий меня бы убил потом опять думал пойти наверх но не знал как там пробуриться потом посмотрел налево и поставить как-то так было если вы пытаться вспомнить ладно пробуем еще раз ребята к сожалению пока что не успешно забеги совсем мы даже третьего этажа не доходим а прошлый раз мы между прочим впервые на харде дошли до личинки убили ее не дошли до личинка именно убили уже убивали мы доходили до нее уже не раз но на харде и убиваю впервые просто обычно на самом деле большинство проблем это то что мне не получается найти достаточное количество здоровья максимального потом если я на пустую нахожу даже да хоть гибкую ситуацию я попадаю я его сливают здоровье потом я очень хорошо долго время играю но здоровье не игра не дает блин актив не взять да как мне нравится штука у нас магазин был уже до или не было если не было то хорошо я просто помню наверное не было не было отлично что я не люблю ходить на босса по крайней мере на 1 с этой штукой просто если мне есть шанс заменить артефакт если я его не заменил еще артефакта как это наша способность то я бы хотел очень сделать что это способность это одна из основных один из основных аспектов любого билда как у тебя бился стоит из оружия и способностей его основного персонажа то есть особенности персонажа и дальше уже что там будет по активным пойку по этим самым по пассивкам предметам это уже это уже немножко по-другому мне кажется играть шанс на тертефакты выше мы берем этот пистолет он мне нравится гораздо больше умирает в принципе сам по тем более это лучше чем на стартовое оружие это вполне сменяемо это будет разрывать и босса и комнаты это очень удобно оружие она вообще меня радует я думаю что это одно из самых наверное лучше оружия на первом этаже который можно вытащить лучше только я вот не знаю думаю думаю но в голову не приходит ну само собой фиолетовый бластер примерно также эта штучка она как бы два выстрела делать фиолетовый бластер он делает один но урон примерно тот же по боссу как бы примерно разницы нет я думаю хотя там я не знаю как он перезарядка одинаковые нет по врагам на массовой пачке теоретически это лучше на одного врага компетом наверное бластер знаю примерно равные оружие короче а такие которые можно сравнить ну барбовик хорош это да посмотрите вы так просто трехзвездочного звюда мы выносим вот считать за три пролета языка спокойно без каких-либо проблем получаем активку бесполезную то что бесполезную но я брать не буду вообще вылечить скорость атаки перезарядки на 10 процентов и 10 процентов урона это отлично вообще монеты исчезая взрываются это не очень круто но просто постараемся их меня слушать у меня сначала и когда начинал играть в эту игру у меня была большая реально проблема тем что у меня постоянно монеты исчезали сердца тоже я постоянно в такие ситуации попадал средний фиолетовый бластер блин а это так круче уже это тоже круче наше оружие это реально можно взять с этим уже можно далеко идти на мне это кажется подобран артефакт значит я возьму реально а и не брать ранатомет не и не значит я возьму и хрен сниму мы с ним пока еще не так уж долго бегали поэтому он нормально работает он лучше нашего оружия на третьем этаже можно что-нибудь другое поменяем ножевой арбалет или большой бластер если будет или может быть еще что-то такое хорошее из таких оружий которые мне вот я пытаюсь вспомнить такие наравне с этим trail gun у меня высоко я высоко его ценю но с ним просто надо тоже приноровиться еще что он все-таки такая как бы снайперка которая массово врагов защищает гораздо проблематичнее чем вот эти вот всякие пистолет автоматически оружие но тем не менее это одно из лучших предметов моим моем как бы таком топе в мозгу который я держу в уме минус один уже при перезарядки способности это не страшно нам поскольку ее вряд ли использовать будем постараемся не использовать теперь в особенности раньше мне на боги она очень нужна была сейчас не не настолько петля 06 подобные монеты отбираются деньги приятно конечно реально это плохая способность очень но я думаю что мы с ней не совладаем вам вот этот тапок очень хреновый он что-то чудо весь враги играть нет не он а влече скорость передвижения врагов точно ё-моё ты такой отстой 4 артефакта на это же дым и кислота тройной урон этому подбираем вы теряете один из за при подбирании монеты через курс при за передвижение врагов мы короче потеряем все монеты при этом они будут взрываться верно черта ребят бафом типа полный нам это нужнее чем собрать деньги если что мы можем магазине что-нибудь украсть вот это я не уверен кстати не значит старый тапок ребят извиняюсь я все-таки я его боюсь он страшный какой-то он так сильно будет скорость бега врагов что это просто жесть я его брать не буду мы будем искать магазин нам нельзя перекатываться нам нельзя брать монеты вот что надо называть если мы идем на боссы нам за боссы дадут целую гору монеток вы не можете подарить монеты отлично как раз ребят у нас монеты взрываются мы не можем их подбирать при этом они бы нам есть мы подобрали они бы нанесли нам урон я не знаю если смысл давайте попробуем защищать этаж вдруг найдем магазин еще зря пошел это сам боги только забавали я думаю что там он скорее всего был звездочный вперед 3 звездочный ладно окей я восполнил игра так монетка она сейчас взорвется да посмотрим за ней на всякий пожарный как а вдруг идите что будет после боги там целая гора монеток выпадет за на листья не упал бы вот этот артефакт он меня прям реально спасает потому что есть я подобрал монетка я бы ее легко мог подобрать потому что они все они не взрываются не понял они не взрываются я про я этот артефакт с взрывом судя по всему либо сдала либо я его сам себе нафантазировал как бывает иногда на боссе посчитайте прикиньте вот босс умирает он раскидывается на гор монеты какова вероятность что я не ни одна из них не отлетит в меня и каждый из них который отлетает она наносила бы мне урода был вообще ни разу неприятно а эта способность нас просто спасает тем что мы не сможем физически подобрать монетку давай так уж нифига себе почти мы почти мы добили теперь главное осталось на уворачиваться от него если что ребят можно перекатиться получив урон но лучше это не делать лучше просто братья уворачиваться и все никаких проблем не будет что нам а телепорт дают один максу за один текущего а то есть я все равно могу подобрать его окей я понял то есть я не могу я если я его касаюсь офигенно вообще ребят мне это нравится в кавычках конечно же то есть я я то есть я нарываюсь я в красный лес пошел до а прошлый раз а прошлый раз прошлого раза не было я никуда не пошел прошлый раз я не дожил я я я на на боге сдох мечт последнее время все время есть соблазн назвать боги ньютом знаю почему в голове все время крутится не только так ну красный лес нам надо дожить до магазина у нас много артефактов 5 предметов мы получим как минимум очень круто кстати говоря несмотря на то что мы попадаем как у меня выстрелами а божья коровка сагревается только на один из них то есть она за каждый получение урона как бы я раньше думал что она выстреливает а так по по сути она является такое что я не заметил этот кристалл я смотрю что мне надо отступать налево и дальше с левой стороны расчищать как-то этаж то что направо мне стрелять там всех этих врагов агрите не в меня начну стрелять я начну убегать налево и нарвусь на вот этот вот камень который явный который нифига не камень на 1 на деле на самом деле и там этот лазерщик меня вынесут лазеры на самом деле меня больше всего драконят покажет на этом этаже вот они прям неприятненько то что меня ваншотится серьезно что если бы я играл бы за утконоса было бы у меня я раньше думал что утконос опасный персонаж что он не так нравится то что не очень мало здорового здоровья очень мало а сейчас я думал какая разница если я на харде играю мне все враги убивают серьезно я хоть от одного врага я сегодня не сваншотился для не были такой что я не сваншотился от врага именно отравление кислота там всякой такой шикует а ладно это понятно именно от врага так этот репорт вот по активка есть практически также будет а не стоп это что это было что-то другое я зачитался на это и не обратил внимание на жабу там было что-то монеты ключ не упадают что-то или что-то такое в этом духе ладно пробуем дальше ребят дубль 4 или 5 я должен сели дойти подальше блин да что за серия такая в которой я сливаюсь опять только вкус у нас кристалл и стал зеленым уберем сто процентов на первом этаже нам урона более чем хватает в принципе пока что это что такое еще за перец отключает ваш способ да не страшно отключаю сколько влезет хоть два раза включает забавно найти два таких артефакта одинаковых а кстати говоря кристалл то плохо играть теперь мы даже черепашек не ваншотим это тоже неприятно вопрос порно знаете типа что хуже отключать способность или делаешь так что каждый использование способности наносит себе урон с одной стороны как будто тебя не будет соблазна случайно вернее ты не забудешь про эту штуку если забудешь приняты специально ты не нажмешь на способность она тебе как бы не несет урон уже с другой стороны бывает такое что лучше ее использовать получить один урон и избежать допустим силу кучи урона который ты мог получить при перспективе поэтому такие знаете артефакты которые все-таки именно совсем разные по-разному в разных ситуациях будут работать так я не вижу я услышу специально за ух ты же нет 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 выписать меня отсюда слежу же за жабами хотел сказать чтоб меня так расплохно застали офигенно я обожаю нашего персонажа просто мы сейчас если вы не поняли мы словили два урона со взрыва ну теперь я понял по крайней мере сколько наносит урон наши наши способны своими взрывами этот персонаж это нечто какая-то просто он не так не нравится этим оружием я вот так хочу поменять и этот кристалл он вообще играют очень хреново я не думал что от него настолько станет плохо сразу такие знаете про враги прям намного дольше дохнут не знаете что я хочу это оружие нафиг менять его первые же возможности персонаж мне покажется честно скажу мне меньше всего нравится я за него не обещаю что я буду много играть серьезно я прям не вижу у него перспектив таких вначале он очень тяжелый и перспектив я не особо вижу не то есть способность такая не самая крутая которая такого очевидно крутого бонуса не дает а очень такой спорный как у пингвина но все так у пингвина он поинтереснее у него старт нормальный здоровье побольше и оружие получше здесь прям вот эта серия ребят если вы не поняли еще я буду жаловаться на этот персонажа и вот и все так это что то есть репортирует вас клюха при получении урона вот я краски думал что этот этот предмет когда меня убили при подборе такого как бы такого пульта недавно меня жаба убила когда зачитал зачитался увидев что на самом деле что дорогу другой дает я с этим с этим описанием предмета перебудал артефакта то есть я к вам не подойду там жаба где-то ключик 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 но здесь магазин магазин мы чуть-чуть можем что-то сдать денег мало может меня не радует потому что я бы с радостью сменил в оружие а нас репортировала от кого я получил урон кстати говоря блин а там секретка кстати я я ч то ли я читал то ли я слышал у варлока что когда у тебя спавнится так вот секретка и магазин если хочешь секрет у тебя дальше будет еще магазин в любом случае поэтому я в нее зайду надеюсь что это действительно так мишка это дробь вот это шара это хорошо это не работает ребят если что потому что 16 этаж 16 этаж то есть у нас как бы ньют сейчас будет вот бы это просто какая-то я уже дважды подставляет бомба который с которой взрывается враг я про нее забывают у нас был этаж 16 то есть ньют у нас как у нас теоретически у нас продолжение даже еще могло быть спокойно там в этом 191 10 здесь на закончился этаж на 16 у нас кроме босса нам вроде не было выходов никуда так сертист берем пути на опасный но нам не особо страшно это карту здесь такие артефакты не страшны здесь ты либо мертв либо ты уворачиваешься как боженька все время на протяжении всего забега это все-таки не работа что там после секретки шел сразу же босс хоть и могло бы будет попасть дальше я понимаю себе секретка попалась например на 110 например и там был бы выбор в магазин пойти тоже да понятно что дальше уже вряд ли будет место для спавна магазина сейчас оно могло быть но мне он не исполнился у меня путили сразу босса хотя может быть это работает так что если то например если я продолжу было продолжил бы этаж если не попал в эту дорогу что не исполнилось такое что у меня только одна дверь с боссами все это может и дальше был бы магазин вот это я не знаю это снова такое себе ну по крайней мере проверили тихо не подходи ко мне по крайней мере проверили я опять плацу вышек мышкой как угорела на самом деле сейчас забываю что ее можно банально просто зажимать и все зажал и стреляй себя спокойно скорострелять с высокой какой даже это трешевое оружие я хочу магазин 1 5 вот магазин мы зададим сейчас туда и денежки вот в таких ситуациях да вот когда черепашки появляются ребят из черепашек там как бы большая вероятность того что одна из них будет со взрывом то что их много спавнится сразу же там на каждого из них шанс на взрыв этот срабатывает шанс на появление бомбы у него и там можно массовых зафигачить но они так сами по себе масса вымирают потому что там этот самый есть что там с ядом они появляются зачастую неюзимы кислоте удваивает ваши монеты не дает десять из вас не было ни одной мы можем купить это оружие удвоить монеты это будет лучше всего да я уберу два его монетой в 10 метрах беру так это нормально оружие то которая отца отталк отстреливает от стенок вроде да это же она дает она она нормально принципе по крайней мере она дальнобойная а стоит сначала подобрать монету а потом уже артефакт хотя он конечно опасно но это целую единицу стоит я все-таки его возьму только когда буду убивать бьют и надо держаться от него подальше а мишка был не в этом забеге да у меня уже столько забегов сменил что я забываю в каком из них что было я пытаюсь все с рикошетом с этим совладать как-нибудь там по хитрому попасть по юту несколько несколько выстрелов подряд но мне не получается знаете что наверно не стоит просто корячиться как ты изобретаешь что-то непонятное просто стреляет и спокойно стабильно его убьешь что он реально очень часто бьет языком как будто после каждой волны жабок сейчас опять языком ударит серьезно после каждой это самый это наверное ребят было знаете на что наверное игроки были недовольны тем что бой с боссом а вот сейчас два сделал бой с боссом очень сильно затягивается из-за того что него фаза неюзимости очень долгая наверное за вот этого сейчас главное не подобрать сам монетка случайно убегая убегая убегать монетки избегаем монеток а здесь нет ничего не может выбирать ключи не страшно гвозди в баню это что-то пушать по разбегает приятно 5 монеток очень обидно на самом деле столько терять но цена артефакт единицы это очень много очень много я хотел это взять я думаю что если даже у меня кого не этого оружия принципе хватит для того чтобы дойти до третьего этажа и на третьем этаже себя принципе нормально ощущать вот маленький кошелек пусть будет хотя лучше было бы такое что есть я их как бы у нас срабатывает это способность так что я при касании монеток просто тот пылающий этот самый при касании к вам с монеткой я получаю урон они когда именно я ее получаю подбираю я не могу подобрать теоретически я не должен получать урон я его получал когда просто касался монет поэтому надо учитывать у меня сейчас за один здоровья мне кашки слота не убивает вот этого монетка чуть не взял ребят я чуть не взял монетку я чуть не забыл про это это надо знаете что это надо постоянно в голове держать чтобы не попасть на такую ситуацию я серьезно я буду забывать про это аккуратненько вот так вот как он рядом сейчас когда прыгал в этот люк знаете текстурка очень рядом с монеткой отображалась надо издалека их расстреливать просто постоянно двигаться как-то не давать застать себя в росток мы не можем подбирать сердца нам предлагают да такое себе это очень неприятная штука но я даже не знаю стоит ли брать или нет уж с одной стороны мне сердца мне нужно восполнить их неизвестно когда у меня будет магазин хотя он должен быть скоро уже весь я не выпадут сердца раньше мне будет обидно с другой стороны какая разница серьезно очень многие артефакты на харде они меняют свое как бы ты их по-другому смотришь на артефакты потому что тебе пофиг ты все равно ваншотишься например стропила и пока у меня столько здоровья то мне без разницы что выпустить меня отсюда я вот это самая отстреливаться отсюда буду еще я к вам просто не хочу подходить поможем я в эту штуку попасть спасибо давай еще она рикошетится как-то все-таки под каким-то определенным углом и не просто рандомом но этот угол хрен угадаешь так монеты не подбираем монеток уже пропускали каким способом а кто-нибудь счетчик вел надеюсь что нет то что жаба задушит его вести еще но по-моему в районе 8 монеток уже слили 5 забыл сейчас был на призыв на предыдущем полностью две здесь одна может еще где-то было я уже не помню но сейчас мы все исправим нам предлагают отстойно нормально конечно но на босс я не хочу я буду бегать с тем что он дают короче пока что здесь а нет и другой это больше монеток меньше падают вернее больше монет больше монеток меньше падают больше монеток быстрее исчезают то есть выносится на 5 больше урон деньгера воносила короче меньше врагов закрытых комнатах враги не видят нас 5 секунд это нормально можно было бы взять рандомное оружие но если мне там попадется трэш мне потом придется воровать я не хочу так враги нас не видят 5 секунд надо сначала убить вот эти вот оу из него смерти упала прям выглядит чисто так же как и его голова на самом деле этот череп смерть тоже для нас не особо страшно потому что большинство вора врагов контактников они меня тоже будет ваншотить в любом случае поэтому тоже как-то по-другому смотришь на этот артефакт не так сильно его боишься него по сути нам пофигу смерть берем на босс идем смерть меня радует как бы меня на драконь его смерти себя играл бы на изи уровня сложности так стоять можно было бы конечно взять изи уровень сложности чисто чтобы откидать последнего персонажа но я так не хочу это будет немножечко нечестно нет я на харде то последнего начали так и все мне нравится я все хвалюсь то что я на харде игра перестать это делать окно в принципе моего за я думаю за три пролета я не уверен что я его убью примут у меня начнет хорошо давай выравнивайся он сейчас вроде нормально стал в итоге так аккуратненько у меня косточками своими не забадал вот так отразился другом потому что не чисто мою сторону летела именно по инерции его отражение тогда сработало так все волшебны доставали до него но у меня на опережение вот так вот мы не попались между его выстрелами динам придется куда сюда мотаться чтобы не было как это у нас было в он первой смерти сегодняшней серии сейчас мы его добьем или нет интересно уже быстро то сейчас мы начали возить конечно не очень удобно так 5 костей 5 костей били его убили можно подобрать монеты уже на всякий пожарный можем заморозка заморозка хорошо вот это вам отстой воронять монетка очень урона не страшно в принципе тоже не страшно потому что меня спрашивать шанс поставить один из за при переходе на следующий уровень так надо думать куда мы сейчас пойдем с этим оружием принципе можно идти сюда я думаю думаю что на предыдущий на соседний этаж будет проблематичнее здесь просто комната не такие опасные не такие динамичные здесь тактически проходите гораздо проще на этом этаже это было громко ребята я вот этой штуке испугался вот это его да я ее испугался потому что кто-то какой-то враг появился боковым зрением увидел зато на чуть-чуть и не сдох мне надо изменять свою ситуацию я совсем забыл что у меня вообще то есть этот самый ну да а у меня враги не видят 5 секунд точно я забыл про это заморозили нескольких акула идет сюда акула идет с акулой надо ее просто следить за них нет там граната щас полетит нас чуть не попали так гранату не кидай вам в меня пожалуйста так все основных врагов мы убили я думаю что дальше со проблем быть не должно все не можем менять по активную способность да не страшно почему я дает такой отбибал стран вроде как звучит яд а дает неподбирание способностей у нас урон двойка а нет и зили стопа что из-за того что 1 и 2 я не понимаю 1 и 2 вроде этого этой пушки должен быть урон один начиона была бы слишком умовы да блин серьезно так я понимаю что этот персонаж мне не нравится сколько раз я уже получил урон я по-моему два раза сдох именно от нашей бомбы и один раз меня хорошенько задамажили нет так все хорошо было я нормально играл спокойно уворачивался от всего меня было много артефактов задонатить эти бомбы это просто как держи себя в руках если кто подумал что я сейчас как-то такой здесь и что такое нет я угораю на самом деле у меня все навсегда положительное настроение даже я вздыхаю ну это просто жесть мне про знаете меня бывает такое прям не знаю как называть то чувство знаете когда ты прям офигеваешь отслуживаться на себя это наоборот немножечко ты такой аж тебе смешно становится как у меня было когда я увидел первый раз вершители судеб такая чуть ли не истерика такая но веселая здесь тоже так не нравится дальше я играть за утку не потому что она идет по порядку у меня потому что я просто хочу за нее поиграть я очень хочу попробовать попользоваться ее способностью дальше уже будет видно за кого на самом деле я не знаю до какого дальше может быть зовут коноса хоть это тоже идет по порядку не за этого просто потому что я хочу за него поиграть у него высокий дроп для с другой стороны я обычно до этого чтобы мне это делала какую-то погоду я до этого не доживаю так я бы хотел уже подальше зайти а все серия такая выходит что я не смогу даже до 3 босса найти потому что на самом деле у меня забег и ни одного из этих забегов не было такого прям сильно то есть меня упадает артефакты мне надо просто чтоб не дали здоровье нормально чтобы мне дали нормальный пассив вот и все что мне в первую очередь надо найти умри 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 отсюда сейчас мы получим только один предмет скорее всего не густо можно получить урон а вдруг здесь будет секретка ясно не секрет и ладно я я куплю сейчас либо это оружие вот это я нафиг этот предмет который нам дают все стартовывают ваши монеты или дает 10 о 2 это ваша монета я беру обратно это пушка на мне в принципе понравилось она нормально работает приятно так и опять не посмотрел сколько не урона скорее всего один я просто по этим картинкам которые в статах у меня написаны я не особо ориентироваться здесь бомба либо радиус взрывов уменьшать а серьезно чтобы нашу способность просто нейтрализовать по максимуму на кашу так может работать там бы и так враги бездохли от яда просто все все подряд от изнутри до которого не страшно и презрят способность пока у меня способность нет нормально это не страшно поэтому ньютон мы идем спокойно только главное не использовать перекаты просто самому уворачиваться от его языка стоять может нет не стоит так делал все я уже кучу раз я каждый раз этим оружием я пытаюсь рикошетом что-то делать и каждый раз я понимаю что то я делаю зря видите он три третий раз языком не хочет по-моему сегодня ребят не было ни разу что он делал три раза три раза черепашек а потом уже язык максимум два а так зачастую даже один так йоги это сейчас еще раз сделает язык да да переход во вторую фазу совершен был я кстати забыл уже какой у нас артефакт сейчас лежит там а нельзя способствовать за точно отталкивает врагов от вас вообще такое себе опять предмет видишь количество кислотных душ я не знаю этот прикол этой штуки может она работать будет я не знаю попробуем я пару раз пробовал принципе она была ну типа не фантастика но иногда она может в принципе спасти попробовать не побегать принципе можно смело но пока что все равно я ее не использую потому что мне это нанесет урон я этот предмет на халяву использовать не особо хочу а тут еще и за урон предлагают а нам нужен магазин короче я бы сменил оружие тоже если нам предложат что-то интересное я бы взял компрессора хотя с другой стороны компрессору нужно какой-нибудь либо неуязвимость либо заморозка желательно очень лучше неуязвимость чтобы мы могли на боссе использовать с другой стороны если компрессор прикиньте компрессор за утку который двойные атаки еще делают иногда ну если там какое-то время не стреляем а вот и компрессор то что просил бери цепь мне не особо нравится 035 она конечно быстрее перезаряжается в целом дпс не ниже не знаю может быть компрессор мы возьмем может быть возьмем ребят просто нам придется сейчас тактически очень аккуратно убивать врагов и что делать на боги я не представляю кстати как дамажил бы компрессор с этим самым с например крыльями но с другой стороны компрессору хочется все-таки сблизить чтобы он нормально чтобы можно было безопасность обеспечить какую-то потому что вот все-таки ближнебойное оружие у него свои соответственно сложности он нет он нет мы в принципе варшрутим конечно врагов главное просто у него дальность на самом деле не настолько ужасно если честно говорить дальность у него нормальная вполне себе она как бы вот ну как у утки стартовое оружие примерно серьезно очень крутое оружие одно из наверно самых сильных я про него забыл когда вспоминал но она просто такой знаете им опаснее играть иногда бывает оптимки вот сейчас наши способности эти говоря мне не знаю сколько она была актуальна но потому что убили бы этого врага врага и сами но тем не менее она нам сейчас помогла открыть так о нет это я брать не буду ребят прошу прощения я это отказываюсь брать то есть я подойду я помню эту комнату она прикольная она веселая и бежим собирать дробь просто весь нахрен а прикиньте здесь было бы у нас артефакт который нам отнимает здоровье за монетки синие стекла выбрать его не донесли подавать за каждый оставлен артефакт на этаже а ну да у нас же артефакт который дропать больше монеток но они исчезают быстрее да враг умирать не от нашего выстрела будут постоянно вот вот это кишки если бы я взял камень забвения отключать наш способность не страшно кишки я бы взял я тут артефакт слева снизу брать не хочу мертвый жук а магазин у нас уже был он не знаю метро вот это будете брать просто не знаете что я не буду ребят брать я очень хотел но если не попадется магазин а мне его не попалось тогда это могло бы сыграть просто фатальную проблему даже не на боссе причем на врагах вы прикиньте я подбегаю к врагу я нажимаю на атаку а он не атакует а я как бы нахожу сблизи и враг соответственно может сразу же мне в лицо пальнуть спокойно и вот это основной проблемой для меня и будет как мы будем бывать боги я думаю что мы можем спокойно слиться что это будет проблема для нас целая прям а я точно я вспомнил как его надо убивать с компрессором как я уже придумал так что для себя когда-то одно вопрос ожидать когда он все косточки выкинет и дальше у нас будет небольшое время чтобы пострелять по нему желательно чтобы он как можно дальше последнюю кость выкинул подбегаем к нему и бьем мы даже так успеваем на дамаж сам целых гору на самом деле насчет того что это оружие дома дамажит очень сильно она в принципе будет сравне примерно дпс у него на боге за пролет его как у остальных пушек вот сейчас будет сложности давай бей мы добьем сейчас не добили его сейчас будет возможно нет мы нормального поставили все сейчас мы должны его добить главное сразу причем не пойти что он не начал кидать свои кости потому что от них мы можем не увернуться сразу сразу убей его все пропила крылья шансы здоровья противов так теперь надо думать сейчас ребят надо подумать куда мы идем все таки наверное принципе краска как хорошо разносится с него но этаж сам по себе тяжелый конечно нет я сюда пойду ребят я пойду все какие озера этот этаж проще у нет 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 серьезно серьезно он просто меня моментально убил как только я зашел на этаж после такая ситуация по ним не мог попасть я причем нажал на крылья я не понял а у меня отключена была способность что ли или что я что-то как-то наверное этот про этот момент судя по всему забыл если она у меня была отключена я просто рассчитывал что я сейчас нам там начну просто крушить 1 1 1 1 врага за другим а у меня он как будто бы не поражалось блин вот это место конечно было отвратительно эти вот враги с гранатами на самом деле меня больше всего напрягают потому что они знаете какие они как-то ненормальные какие-то такие стоят смотрят ничего не делают под пальму и просто с огромную скоростью в тебя летит уже граната мне опять сам шутили видите то есть мне без разницы сколько у меня здоровья на самом деле мне этот момент не особо не радует мне больше хотелось хоть и хоть один дайте мне забег такой в котором есть адекватное максимальное здоровье хотя бы один день давайте нет о секретка это специально я хотел прочекать да погнали в секретку спасай меня дай мне спасено спутали оружие кстати хорошее оружие отлично погнали я немножечко если заметили я постараюсь сейчас быстрее играть то есть не тупить так медленно комната проходя возможности конечно на первых этажах по крайней мере так там что-то лежит там что-то лежит это уменьшает точно строй сюда о ребят видите да я помню предметы некоторые артефакты я начинаю запоминать что я его сегодня просто же видел давай давай с нормальным оружием сразу гораздо легче становится как же артефактов нет и дороги как не обожаю когда дорогой артефакт попадается перед магазином а это оружие помню забудь здесь не ошибаюсь а пуль 8 у него урон 03 а раньше что было мне так она что вот гвоздомет усилили я не уверен шанс повысить озем вместо подбирания у нас и двойной урон когда вас один за кстати вот это хорошо было работать серьезно хороший предмет потому что я могу спокойно слить себе здоровье все серьезнее сделать ли нам это какая разница у меня здоровья с одним здоровьем нас двойной урок пусть будет а это ж вообще бомба это мы сейчас ньюта просто будем рвать прикиньте а ваншот ваншот ньюта конечно невозможно вот за один пролет убить его тоже нет оружия которое наносит 20 урона или около того ну вот за один пролет его убить если набрать какие-то крутые оружия в принципе возможно может быть и можно набрать оружие и набрать посуду ну посмотрите сколько мы нанесли ему ну почти с одного прочитать ему сразу же перенесли во вторую фазу сразу добили огромный дпс чтобы есть пропеллер будет 2 макс что это за подстава игра а как только я взял предмет который дает мне дополнительный урон двойной да мне нет хп-шки да у меня один здоровье я специально уменьшил себе здоровье чтобы он работал потому что пофигу мне здоровье не падает мне тут же дают предмет на максимальное хп и типа и 3 вас обваливай чем такой который не дает текущего уже не добавляет его именно только максимальное делай что хочешь пытайся восстановить здоровье как хочешь что это такое бритва пушка дальность 500 нахрена себя куда столько а это наверное пилами стреляет да наверно это она до подбирать артефакт может выпуск предмет окей я наше оружие на оставлю если мы найдем сердца тогда хорошо желательно чтобы мы даже нашли не сердца а предмет который восстанавливать сразу же целиком здоровье чтобы не надо было делать промежуточные шаги что у меня был сейчас двойной урон пока как бы я все равно на маршруте что у меня один здоровье что 4 какая разница а так если у нас было бы 5 это было бы хорошо уже поэтому нежелательно его сразу за один раз восстанавливать в идеале можно компрессор взять и попадется и он попадется он попался его беру компрессор тоже одно из самых сильных оружий наравне с бластером наравне с ножным арбалетом с рейлганом наверное ну рейлган немножко славея все таки в моем рейтинге но менее перспективный менее перспективный я бы так сказал но тем не менее тоже очень крутой меня бы наверное может быть даже рейлган сейчас бы больше порадовал потому что с ним гораздо безопаснее играть там еще этот остался так уменьшает скорость нашего бега вот это я брать не буду кстати скорость бега 07 стоит то есть заработчики понимаешь что это сильный добавь он высоко оценивается да я убрать не буду то есть я если я сейчас дойду до боги а я скорее сюда не дойду не зайдя в магазин то что по моему ребят у нас уже было два магазина да если я не сдам от артефакта не будут огромные проблемы просто так это что дает отвечает ваш способ да не страшно нет призрак напрягают а у нас он ударил уже цель какую-то да из-за этого он как вернулся обратно статую то есть он исчез не заметил что он ударил кого-то уже там есть такая особенность что если он попал по какой-то цели то по-моему дальше он не летит уже здоровье дают блин у нас 10 урон у нас такой урон как я удачно него попала просто жесть я делаю еще забег нас серия длится уже в районе часа наверное почти час может быть как раз мой формате надеюсь что сколько неудачных забегов меня за одну серию происходит а просто жесть и снова было если я играл в другом уровне сложности все-таки чисто из любопытства учимся до сих пор играть как 13 серия до учимся играть до сих пор так ну ладно попробуем блин мне нравился старый тот забег который у нас был здоровьем надо что-то придумать я прям не знаю кто тут такой жаба была которую я не заметил мне показался лежа бы контактным уроном контактного урона не имеет что у меня до него это коснулся вам ничего и сделала так 14 артефактов пока что не видно мне пока есть персонажи я не знаю кто больше нравится то каждый кажется самым символом шавы болт можно сразу взять я не думаю что я буду получать урон на этом этаже во время зачистки комнаты сейчас чуть не получил я да потому что не хотел банально ждать можно чекать секрет на принципе вот можно реально кстати она есть может быть вполне мы не можем стрелять дайте не секрет пучек до секрет пучек слачешь ну хорошо что они еще сгаде успел исчезнуть что дети она бы исчезла я бы прям вообще было бы дает артефакт я молоду смысл артефакт который активируем способностью мне и дал такое вообще не то что мне хочется давайте возьмем это яйцо она нанью те теоретически может быть его насколько по крайней мере мы узнаем сколько она дамажит а серьезно мы узнаем сколько она будет бить просто нанью тебе получить другую способность очень тяжело перед ним потому что только в каком-нибудь комнате такой найти в сундуке чтоб повезло так а так в магазине комп или чем таком еще не полный не получится и с яйцом краски любопытно что будет не то проходить эти говорят если мне были бы крылья далее и хорошее оружие с особенно с двойным уроном там его спокойно его за один пролет наверное убили бы если меня там будут пистолет я его возьму пистолет дает на другой может стоит его взять кстати все равно так все это комната видны дольше у шаши срансплите артефакт я возьму его черта я не хочу с этим гарпуном бегать так не нравится я лучше буду бегать со стартом оружием другого персонажа просто но он гораздо более надежно мне в принципе понравилось не урон конечно фантастика совершенно но нормально работает она не подводит так нас с той способности которая есть у чайки блин сердца и взрываются при исчезновении тоже так но посмотрим главное не забыть поставить яйцо только он бюджет только не захочет меня ударить он убил меня при появлении яйцо я его больше брать ни за что не буду серьезно я знаю что это было очень глупо я просто я понимаю что бьют он часто достаточно часто бьет сразу же языком они черепашками сначала среда часто это делает сейчас он и не за что собирался сделать из-за этого рядом стал рядом с ним какой же трэш окей еще пробуем ребят я хочу подальше за ну блин дайте мне франца выигрыш на земле с нормальным здоровьем нормальное оружие нормально здоровье и и способности все я покажу где раки зимуют этой игре я покажу как я прохожу харп монетка давайте быстро проходить а может быстро игра это секрет успеха мне кажется ребят что моя тактика медленной игры работала лучше не надо спешить лишний раз потому что их начинают доктать по глупости блин я так ждал записи до серии потому что я думаю когда же уже свершится когда же я смогу победить его нормально я все я каждую серию думал что вот 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 момент сейчас на слуху что я вижу каждый раз что каждая смерть какая-то такая глупая игра же не настолько сложно как кажется я же вижу что я могу в принципе спокойно проходите и каждую комнату понятно как проходить каждый раз какой-то дурацкий форс-мажор чик все меняет и говорит тебе играет нет делаю еще забег так ничего не выпадает пока что комната далеко от артефакт дешевый до до 02 шанс ломать ключ но охренеть просто не самое приятное что который как бы редко играет но если играет по играет по кругу очень приятно и стоит так мало что ее даже брать не особо хочется я ее я бы и не брал если бы не есть меня был бы другой какой-то артефакт а сейчас нам это хотя бы обеспечивает то что мы хотя бы один артефакт один предмет точно получше с этими названиями артефакт и предмет я уже просто запутался он не сломался даже повезло черепашек целая гора час нас будут денежки у нас там сундук есть о у нас есть смерть нас есть смерть давай мне смерть сразу если мы умрем в этой комнате это будет значит я зря подобрал тортифакт моментально ну мы черепашек в аншоте мы не должны вздохнуть в принципе 1 и 8 цена артефакта кстати нам 01 нам добрать опять надо чуть-чуть совсем у нас ровно два веса артефакта сейчас коэффициента риска надо чуть-чуть добрать дроп сундуков по-моему не у нее нет не дроп сундуков увеличен по-моему увеличен дроп автоматов которые там донат всякие донатовские как раз таки это наверное сделали тоже в обновлении то что мне отложилось памяти что там они как-то по одной монетке или вроде того дропали и это совсем не радовало иди сюда не знаю почему я так боюсь сейчас а потому что у меня смерть была точно почему я такое на есть напряженное состояние как углазнамет можно взять если что 0 3 это 24 на принципе перезарядка быстро если все влетают из 5 монеток шанс увеличат земные предметы свет виду дождать это возьмут а перед и гластер зашибись не ничего не надо больше до третьего этажа мы можем жить в принципе более чем я эти шипы напугали я их не заметил мы секретку нашли мы секрет нашли добавим до стрельда нее все попали о слушать ему из комнаты с боссом по сути убежали сейчас оттянули бой с босса за счет того что секрет к нему но в секрет к нам дают проход на лазерный пистолет который явно хуже а и теперь мы прямо секретки попали к боссу окей я понял но по крайней ребят мы теперь знаем что если у нас выход идет в боссу то там тоже может попасть и секрет к отнюдь и я нафиг подальше подержаться мне такие забавные эти мусики сверху они так прикольные так прикольно выглядит мне прям нравится отнюдь я буду держаться подальше что он зараза контактный урон имеет еще какой раз двоечка на вот урона как раз хватит кэш языковым не больнее нам сейчас без разницы давай сейчас вот объем уже легко а ну или вот сейчас то есть что он дважды языком бьет ну или в следующий раз ну или в следующий раз да сейчас сколько у них наспавнил а все сдохни дай мне от крылья спасибо я красный она тиграми было крылья только потому что я успел сообразить что именно я прошу как она называется и сказать что оружие плюс 20 процентов крылья это просто то что нам надо что мы за артефакт деле шанс потерять на монетах или ключ при переходе на следующий уровень это кстати плохо ну ладно пусть будет нам игра дала просто выигрышную комбинацию теперь нам ребят все что нам надо сейчас это просто не слиться и найти максимальное здоровье не слиться по какой-нибудь глупости откровенный это все что мне сейчас надо петля это что-то противное вроде они подобраны монет от выбирают все деньги да это я возьму только подожду сначала пока у меня исчезнет из рак там а стоп а нет шанс потерять на монету окей если я не смогу подбирать монеты вот это будет уже плохо так подождем потому что он где-то там где-то он живет делом вот он летает он не хочет возвращаться статуи судя по всему ребята он пока не ударил никого он статуи не возвращается да я думаю что он со временем тоже вернется на нет окей узнаем постепенно то что можно было узнать уже давно на самом деле смотрите несмотря то что нас как бы лазер низкого уровня он все равно так спамят под этими крыльями что такое ощущение что он примерно по dps равен третьему а прикиньте это как дамажил бы третий бластер просто какая-то неистовая жесть была бы пока что нас монетки не отбирают вроде я забываю иногда когда смотрю на врагов вот так вот и стреляя по ним я забываю смотреть за нашим персонажем и что творится вокруг нас а это очень важно так надо монету сразу забирать то что он все деньги отберет если мы не возьмем так у нас принципе все неплохо это здоровье нам надо побольше найти где-нибудь сначала этих убили теперь крылья сначала вот этот как он называется и без понятия стрелка короче выносим а дальше уже двух можно так это спас этот артефакт что он дает я не помню каждый раз при потере одного здоровья потерять две монеты не страшно весьма максимум можем потерять две монеты это я все я не перестану ребят роплить что у меня здоровье на ваншот до сих пор пока мне игра не даст нормального когда достойного количества здоровья я буду про это угорать серьезно тоже можно мемы складывать на эту тему и похоже что так запланировано поскольку это никак не изменили особо в хард режиме после обновления наверно потому что это хард рассчитано уже на тех игроков которые умеют играть в эту игру так у нас оружие которое я не хочу брать цепь я с ней я ее видел но я с ней ни разу не бегал нормально и не хочу один макс если вы не получили урок сбитый с боссом одни при получении урона монетка враги вас не видит 5 секунд если получен урон выше 3 снижает его на единицу это очень круто эта терка это очень хороший артефакт для харда улучшать шанс надеть артефакты окей потому что эта терка по сути снижает требуемых п пул на единицу но только сейчас нас как бы все равно будет лошадь что три здоровья они также будут основного удара выносить поэтому нам все-таки надо еще найти кп тогда мы уже не будем вам шотиться а так надо было бы найти еще две опять петли нам создали сколько здесь что зараза спокойно очень много кустов нам долго приходится пробуриваться там монетка монетку забрали а стоп я же петлю не подобрал зачем я сейчас расковал так я не знаю петля и это что-то плохое да а теперь партирует вас люку да это не страшно боги 3 черепной но у нас есть крылья у нас есть бластер правда маленький но но фиолетовый и бластер поэтому я думаю что особо проблем не должно возникнуть принципе мы должны дпс на в него нормально очень нормально дпс мы его можем за второй пролет убить моментально вау какой он просто неистовый и это с маленького фиолетового бластер просто крылья творят чудеса ну и бластер тоже конечно пусть у нас еще по-моему способность хорошая да тем не менее дпс просто адовый отличная ситуация ребят шикарно мы можем брать монет или нет там и может наоборот надо подбирать сразу иначе борьба и все наши денежки мы получили одно максимальное здоровье это отлично никаких секретных или запертых кого отработать следующего уровня кашнишь приятно но бирка одно а взвести мы купили все магазине вообще быстро как отыграть будет когда это играет без понятия такой этаж мы идем как не задолбал сухие озера когда я вот сейчас я знаете я сейчас думаю о том что меня могут убить сразу же поэтому мне не должны убить сразу куда пойти до пойти то есть думать не получается значит я пойду сюда ни одно что с бастером этот этаж принципе нормально заходит сразу два гранатометчика как понять когда они будут стрелять у них анимация перед атакой какая-то очень никакая они как-то кармане к расстоянии между тобой ими тогда могут ударить и все примерно так я ориентируюсь сейчас вот сейчас может а смотрите по моему ребят он прищуривается мне так сейчас показалось петля у нас петля у нас петля монетку забрать у нас петля была опасно было петля меня может задраконить на самом деле так ножной арбалет и катушка катушки я видел как она выглядит она выглядела круто а вот один мог максу за краски есть а в обраточку с босса падает больше предметов и все игроки не получили урона на монеты приходится чур и плюс урон ножной арбалет или катушка я видел как катушка выглядит она выглядит круто мне она понравилась правда не уверен что ей неудобно пользоваться немножко но я беру однозначно на ножной арбалет он и для этого босса зайдет лучше и это оружие топовое и с нашей способностью с нашими модификаторами урона мы сейчас такую дпс атомные имеем и мы при этом ребят не ваншотные мы при этом не должны сдохнуть сильного удара у нас урон который выше 4 он снижается на единицу но конечно мне хотелось бы для подстраховки еще что-нибудь это конечно . плохо до скорость стрельбой перезарядки на 40 процентов это очень плохо очень очень плохо но это такой дорогой предмет а я не уверен что мне надо убрать магазин будет если будет это будет после задницы гадать что надо не выделываться монетки что за монетки нам дают сердца не надо донать сюда магазин здесь какого черта я не взял наконечник ребят почему мне не сказали его брать сколько акул здесь вот этих вот в принципе о значит нас может убить а ребят знаете то что сейчас там бабахнула вот она вас у нас могло быть легко как жаль что я не взял его мне не надо магазин пушки монеток я нужно арбалет до конца игры могу не менять даже если не хватало бы денег я бы украл просто смело и не парялся по поводу этого по моему ребят мне кажется ли мы с одного выстрела ножного арбалета выносит просто всех врагов с одного не с трех с одного блин серьезно настолько неистовый дамаг настолько этих самых район от кислоты окей отключает по что сам с мнениями два времени сколько у нас урона идет с наших способностей плюс 20 так еще так и только спицы да то есть плюс 40 процентов кроме да верно а слева нас не отображается кей ну вообще-то круто 40 процентов он относит то есть какой у нас урон сейчас тройка плюс 40 процентов а 4 4 2 короче у нас урон по сути ребят что вы понимали каждое наше лезвие дамажит сильнее чем базовый урон рейл гана как раз таки поэтому нам дамага хватает чтобы вам шутить всех сразу на халяву я все-таки за монеткой стараюсь так не бежать вперед мало ли меня чистой гранаты подставят не хватает немножко урона чтобы убить сразу но я думаю что мы должны порвать муку просто моментально нету пока что это 46 у нас уже мук 1 звездочка моего пропускали зачем я использую крылья без понятия до такого на зарплется да я за этим специально потому что вода они серьезно они прищуриваются когда собираются выстрелить нашу сторону обратите внимание смотрите вот видите прищурился да 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 это блин это такая такая маленькая маленький такой аспект за которым очень тяжело слишком маленькая деталь поэтому лучше просто держаться далеко вот такой момент как покрыли который можно учитывать который можно знать просто из любопытства как у меня он сразу крылья вот здесь они нас затащит конечно он называется этим там с другой стороны идет нам так я уже говорил как можно жным арбалетом как бы в одну точку примерно стрелять вот так вот вот так вот да видите то есть начать им стрелять и при этом уводить сразу же прицел чтобы у нас выравнивались они с учетом его деформации слизняк нет нет почти нет воронять монеты при получении урона не дробь и сердца может убирать сердца точнее неприятно на самом деле блин вот это вообще жесть просто слизняк это один из самых противных артефактов на дыбов статах на самом деле что он столько всего дыбов и это просто какой-то финиш а у нас враги нас не видит пару секунд точно 5 секунд конфет на обе этого акулу покупал кей по черт акулы забыли в песке я не знаю ну ладно себе тусят никому не мешают практически акулы не страшно ради меня больше всего драконит вот эти вот наверное потом на втором месте не знаю возможно снайпера возможно вот эти вот которые в ямах прячется в боссов падает больше предметов и враги игроки не получили а значит я беру петлю 8 денег уже много какая разница меня такое оружие с которым я готов до конца если я сейчас не получаю урона на боссе то у меня из босса выпадает вдвойне 2 артефакта дают которые дополнительный дроп с босса и плюс еще один который позже максимально даст так нам кислотан нанесет тройной урон да поэтому надо с ней аккуратнее быть и лишний раз не рисковать просто подождем лучше чем буду и как-то обходить так учитывать только насколько я косолапый как я легко вступаю в кислоту когда не хочу когда пытаюсь рядышком протеститься лучше не рисковать лишний раз у нас уже мука дадал давно нет кстати нам не дают его никак поэтому наверное у нас он будет сейчас с тремя все какая большая дальность у этого предмета большая дальность я это могу брать не буду она я знаете я подумал сначала что врагов с магмы со взрывами особо нету и на следующем этаже вроде вроде тоже но она будет взрывать наши выстрелы врагов с бомбами будет увеличить радио взрывов и вот это уже опасно если она наша способность нашу так сказать способность до сомнительная способность которая наоборот вредит она сделает и еще более опасным поэтому я брать буду она муки как раз таки там враги с бомбами могут попадаться что я помню точно бьюти у нас попадались они поэтому там тоже могут это мне точно не надо а вот и босс живем будет двумя черепками сейчас то что там дальше есть дальше проход хотя мне казалось ребят что даже если у меня как бы есть еще проход дальше если я идут поздно на волосы все равно может быть трехчерепной несмотря на то что мне предлагают открыть этаж дальше часто собственно проверим потому что мы уже зашим большую часть этажа прочекали и сейчас будет стремя черепками щепка отлично когда теория верна если нет тогда он с тремя черепками то есть бывает такое что даже если вы кругу о нет бомба просто бомба меня сейчас задамажила вот это было очень приятно и у нас монетки лежат я их брать не буду судя по всему ребят мы проходим час все наши деньги потому что я боюсь наступать в этот центр я не знаю наносит урон или нет я не проверял все нормально это да болит печаль очень плохое сочетание артефактов было у меня больше все задраконило наши наши помп это просто жизнь я не мог стрелять нормально потому что там враги с бомбами были я могу честно сказать что персонаж для меня кажется самым тяжелым и у меня настолько не нравится что я за него браться вообще не хочу больше честно он настолько отвратительны эти бомбы я сейчас понял что я не хочу за этот персонажа идти на босса который призывает врагов то есть за этот персонаж лучше идти не в сухие озера в красный лес для меня это сначала не дошло я как-то не подумал об этом что будет проблема именно с боссом с его свитой но теперь мы это ощущаем в общем чайка ребят это просто чайка это же а на этом мы с вами заканчиваем несмотря на то что мы как бы далеко не ушли но тем не менее были многие забавные моменты надеюсь что вы получили удовольствие от этой серии при просмотре как я а если это так то подписывайтесь на канал если вам нравятся такие видео ребят потому что почему бы нет если вы еще не подписаны оставляйте комментарии обязательно ребят не забывайте оценивать то что видео смотрят многие многие а активность проявлять забывают многие даже и даже если вам ребят не понравилось видео то соответственно оставьте что не нравится как бы я не принуждаю именно конкретному мнению а как бы байчу так сказать на активность в общем-то всем большое спасибо ребят классно кто активность проявляют а я желаю всем хороших личных позитивное настроение хорошего удачного дня всем удачи ребят и до новых встреч всем пока пока а